В связи с ситуацией буду рад, если вы подпишитесь вот на вот эти вот ресурсики, если у вас есть такая возможность. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Здарова, с вами Эвана Иву Цыгане. Я опять не нарисовал новых спрайтов почти. И я опять сделал не то видео, которое я обещал. Но ничего, зима еще долгая, так что я еще успею порисовать красочками. Сегодня я просто хочу рассказать вам, как я пытался найти работу целых полгода. И конечно, этот неуклонный поиск шел как раз таки в сфере рисования. Короче, все как вы любите. Я просто буду истерить и бомбить какое-то время просто потому, что да, я могу. Про всякие откровенно тупорылые вакансии, про то, как я ходила на собеседование и все-все-все-все. Если что, чтобы вам было не скучно, на фоне будет спидпоинт в диджитале. Так что не расстраивайтесь, это видео будет относительно полезным тоже. Хотя кому я вру, я просто сотворил очередной кринш, и я не буду за это извиняться. А чтобы весело жилось, небольшая рекламная вставочка. Предлагаю вам обратить внимание на интернет-магазин «Читай город», в котором есть буквально все. То есть это учебная литература, художественная литература, художественная литература про художников. Конечно же, комиксы, куда же без них. Причем комиксов здесь просто офигеть, какой огромный выбор. Например, я там купил себе комикс про Ленина. А это вам, между прочим, не хухры-мухры. Короче, можно правда найти абсолютно что угодно на любой вкус и цвет. В том числе и на иностранных языках. Или можно порадовать себя или своего друга и заказать книжку с автографом любимого автора. Привезут вам ее бесплатно в любой ближайший «Читай город» к вашему дому. А благодаря программе лояльности вы сможете неплохо так сэкономить на следующих покупках. А выбрать что-то новое и интересное всегда можно с помощью раздела подборки или серии книг, потому что там всегда есть что-то необычное. А поскольку сейчас на носу Рождество и Новый год, самое время покупать подарки. И отличным подарком может стать раскрасочка. И может быть даже не одна. Еще и наполненная сказками, мифами и с отличной бумагой, которая выдержит все. Не только цветные карандаши, но еще и маркеры и что угодно. Все, чем вы захотите раскрашивать. А это повод пробовать что-то новенькое. Ах да, в «Читай городе» есть еще и канцелярка. Обратите внимание. Если вы захотите оформить заказ, то вы можете воспользоваться моим промокодом EVON. И это даст вам 15% скидку. По крайней мере до 24 декабря. Если что, промокод действует абсолютно на весь ассортимент, кроме предзаказа. Ищите все подробности в описании к видео. Там будут все ссылки. И ваша маленькая скидка на 15%. Реклама окончена, так что теперь можно просто продолжить разговаривать про то, какие все гандоны. И я заранее знаю, что скорее всего ты захочешь написать что-то подобное в мой адрес в комментариях. И пожалуйста, выдержись от этого, потому что Ютуб этому не рад. Но если ты или условные вы это сделаете, то я просто кринжану с этого где-то в конфе. Или даже в своей телеге. Подписывайтесь. И пожалуйста, пишите нормальные комментарии. Я очень вас прошу. Это поможет в продвижении видео и в том, чтобы мой канал все-таки не сдох. А рассказ про работу начинается с этой точки. Окей, как я всегда говорила, я художник. Как бы да, это очевидно. Но я, например, не могу назвать себя профессионалом в том понимании, которое обычно вкладывается в это слово. Типа, обычно профи это тот, кто смог построить карьеру на своем роде деятельности. А у меня карьеры как бы нет. И я такой типа, а я чего себя на помойке что ли нашел? Я, короче, буду наверстывать. В конце концов, руки у меня не из жопы. Я что-то умею. И делать я умею быстро и качественно. Так что, эх, почему бы мне не найти работу в сфере рисования? Но звучит это в миллиард раз проще, чем попытка хотя бы одна что-то сделать. Вообще, перерывая вакансии, я просто задумался, а кто вообще придумал, что в том же самом геймдеве есть деньги? Типа, у меня такое впечатление сложилось, что там денег вообще ни у кого нет, поэтому они готовы платить художникам. Причем нормальным художникам. Сумму около 500-600 долларов. Если что, это где-то в районе 30 тысяч рублей. Кто-то, возможно, возмутится. Ой, ты зажрался. Но это, если что, зарплата в Москве. А вы знаете, сколько стоит снять комнату в Москве? Если коротко, то много. Хотя, ладно, в принципе, если бы эти деньги платили, например, какому-нибудь чуваку в Москве, который, типа, только погружается в эту тему, ну, в принципе, что-то умеет, но еще не умеет, не имеет опыта работы. Но нет, в этих вакансиях написано, что им нужен сеньор или миддл, который имеет опыт работы, который весь такой у себя крутой, незаменимый. И я просто смотрю на это, типа, вы серьезно? Вы, типа, это, еще выбирать будете? С такими бюджетами? Я уж молчу про то, насколько часто в этих вакансиях еще и пишут, типа, «Ой, мы, короче, у вас там это испытательный срок, там месяц, два, три, сука». Ну и, конечно же, от стажировки оплачивается только, например, провязной и покушать в офисе. Нет, среди возможных доступных вакансий были, в принципе, нормальные вакансии от всяких таких нормальных студий, у которых там и бюджеты есть, и желание делать что-то классное. Но, как бы, и требования там довольно узкопрофильные, и, честно, я не хочу в это погружаться, потому что, опять же, геймдев это не то, куда я хочу вообще лезть. Я просто откликался абсолютно на все вакансии от отчаяния. Точно так же от отчаяния я такой, типа, «О, а почему бы мне не устроиться преподом в какую-нибудь онлайн-школу рисования?» Типа, знаете, какая-нибудь онлайн-школа, в которой начинашкам показывают, как пользоваться прокрейтом и всякое такое, и ты просто должен проверять домашки. Причем домашки на какие-нибудь абсолютно примитивные темы, которые, ну, абсолютно любой чел потянет. Еще учитывая, зачастую, уровень преподавателей в таких школах, ну, как бы, я вполне вписался бы, был бы даже не таким уж ужасным. Короче, я откликался на сайтах с вакансиями, а также я писал напрямую ребятам, которые вот эти вот школы, то есть у них обычно есть адрес для связи, чтобы, типа, «О, здрасте, давайте я к вам устроюсь работать, пожалуйста, возьмите меня на работу, мне очень плохо, мне нужны деньги». Ну и, короче, в принципе, отвечали. Ну, у меня было несколько собеседований по этому плану, и каждый раз я пролетала, потому что мне говорили, типа, «Оп, знаешь, ну, короче, ты такой это, типа, немножко не от мира сего, потому что у нас не совпадают, короче, цели и понимание того, что такое рисование, поэтому мы с тобой сотрудничать не будем, до свидания». Не, ну это, в принципе, еще ладно, это было, по крайней мере, не так уж обидно, но, да, я немножко обиделся, я, в принципе, вообще обидчивый человек. Но это просто не переплюнет того, что мне выдали в одной из замечательных школ рисования, которая ориентирована на детей до 15-16 лет. Если коротко, мое портфолио тупо обосрали и сказали, типа, «Ой, знаешь, тебе бы самому на курсы походить, и все вот такое вот, возможно, даже на наши курсы, потому что ты не тянешь на уровень препода, а я, главное, смотрю, типа, кто у них там ведущий препод, и я такой, типа, «Боже мой, какой он заносчивый!» Извините. Я, правда, стараюсь не материться и не переходить на личности, и не уточнять, кто все эти люди. Вообще, что касается таких околоучебных заведений, я еще провелся устроиться в такую, типа, Ирл-школу рисования, которая, ну, такая, скорее, развлекалова для взрослых и детей, но она не дарит никакого именно образования художественного. Там все было, конечно, довольно мило, но с другой стороны, групповое собеседование, конечно, можно понять, но, как бы, приколдес. Первое групповое собеседование было, когда просто всех позвали ребят, которые откликнулись в этот день, и такие, типа, вот, давайте поговорим, познакомимся, это все такое. Они не спросили портфолио, они ничего не уточняли, это было похоже просто на рекламу школы, типа, вы тут хотите с преподами устроиться? Не-не-не, мы вам рекомендуем даже к нам записаться, потому что у нас так замечательно, так прекрасно. Они рассказывали довольно мило все такое, но потом они такие, типа, ой, знаете, нам первого собеседования не хватило, поэтому мы вас еще позовем на второе, и уже на втором, типа, должны спросить у вас портфолио. В общем, приходим, разговариваем, портфолио не смотрят, и я такой, типа, попахивает звездежом. Короче, в итоге портфолио попросили в электронном виде выслать им в WhatsApp, и я просто такой, ладно, окей, ну, в общем, после этого мне не перезвонили. Но там на собеседовании были довольно приятные девочки, если вы это глядите по каким-то странным причинам. Приветосики. Надеюсь, у вас все будет хорошо, и вы найдете хорошую работу. Вообще, я не в обиде по поводу того, что меня туда не взяли, потому что я прям не своей тарелки себя чувствовала во всей этой атмосфере розовых пони и избыточного дружелюбия. Это вообще не про меня. Еще, на самом деле, особенность таких заведений в том, что ты не то чтобы художник, который работает по профессии и помогает людям развиваться и все такое, это скорее ты чувак, который совмещает в себе менеджеры по продажам какого-то клоуна и художника. Причем художника в самую последнюю очередь, потому что это особые роли, ты не играет, потому что твоя задача вызвать у людей симпатию к тебе и к тому, что ты делаешь и заставить их нести деньги в контору, в которой ты работаешь, чтобы после этого эта контора отчихлила тебе твою несчастную зарплату, точно так же, как всем остальным художникам-менеджерам и бесконечным менеджерам, которые там работают. Ну, то есть, проще быть преподом, который преподает сам. Но это уже об уровне ответственности и вообще об уровне человека, который хочет всем этим заниматься, потому что легко стать инфо-цыганом. А я уже много раз говорил, что цыган я, конечно, люблю, но с другой стороны, понимаете, инфо-цыган это все-таки не цыган. Вообще, я тут сейчас приложу парочку штук, которые я находил в этих вакансиях, и они были для меня просто максимально киковые, потому что, ну господи, это вообще неподвитски... То есть, написаны они были ужасно, либо были какие-то абсолютно стрёмные, дебильные требования. Хотя, знаете, когда ищут и художников, которые просто иллюстраторы, или художники, которые в направлении около геймдева или даже дизайна, там зачастую тоже какие-то абсолютно долбанутейшие требования. Вот, например, такое. Извините, вы массажиста ищите? Костоправа или художника? Хотя, если посмотреть на то, как нарисованы рисунки у этой студии, это скорее клуб анонимных медиков, которые решили стать художниками, не учась рисовать. Но зато они, возможно, знают остеологию и миологию. Однако, знать и сделать, это абсолютно разные вещи. В конце концов, анатомия, это не только мышцы, кости человека. Ну или вот еще забавные требования. Я даже комментировать это не хочу. Или вот мне тут на днях пришел ответик про то, что вот ищем иллюстратора и все такое. Я такой, о, классно, я умею рисовать иллюстрации, могу сделать вам обложки для промо-штук вашей игры. Я такой, типа, ну, попытаюсь. В общем, я открываю тестовое задание, а там мне нужно уметь монтировать и все такое. Не, я, конечно же, кое-как умею и все такое, но, типа, там еще куча требований к тому, чтобы я, там, из разряда мамкин дизайнер, мамкин 3дшник, и все ты должен уметь делать сам. Но все-таки, в первую очередь, ты должен рисовать нам обложки для игр. В смысле плаката и все такое. Ну, нет, ты, типа, как бы еще и должен промо-материалы хреначить абсолютно все, абсолютно полностью, абсолютно в одну харю. Мне кажется, этим должны заниматься все-таки немножко разные люди, потому что художник, монтажер, дизайнер, это абсолютно отдельные друг от друга люди обычно. Это круто, когда человек на все руки мастер, но, извините, хотя бы зарплату им платите, как на все руки мастеру, а не выпендривайтесь и жмоттесь. А еще я находил очень стремную подозрительную вакансию, где они такие, ой, давайте мы, короче, вы устраиваетесь к нам, опыт никакой не нужен, нам нужно, чтобы вы просто более-менее умели рисовать, и мы перевезем вас на Кипр с вашей семьей, с вашей собачкой, с вашей золотой рыбкой. Релацируемся, вообще без проблем, жизнь будет прекрасной. Я просто сижу такой, типа, серьезно, на это кто-то повелся. А главное, я знаю одного челика, который, походу, да. Ну, ничего, посмотрим, что с ним дальше будет, но, если честно, я вижу в этом кринже разводилову. Не, я верю, что подобное может случиться, но явно, опять же, не с каким-то новичком, которого тебе придется опучать. И вообще, в чем проблема просто найти способ переводить деньги, блин, в Россию? В конце концов, это все-таки оказывается не так уж и сложно, как казалось. По крайней мере, гораздо проще, чем чей-то табор перевести, блин, на Кипр. Из России. Всем составом. Окей, ладно, у меня осталось не так много времени от этого спидпейнта, и я просто хочу совсем немножечко рассказать про тестовые. Так вот, одно из тестовых заданий, которое у меня было еще летом, мне предложили, типа, аго, короче, в нашу НСФВ игрушку, типа, как в формате карты, но там, короче, голые девки. Я такой, типа, блин, классная идея, я вообще вписываюсь. Короче, я делаю тестовые задания, оно, конечно, было оплачиваемое и все такое, но, господи, меня так с ним задрючили, капец. Мне не очень сложно подстраиваться под другие стили и все такое, но это прям было вообще жестко. Как минимум, потому что именно стиль аниме мне очень тяжело дается и прям сложно справиться. К тому же, так скажем, в техническом сопровождении того, что мне нужно было нарисовать, там было пояснение, типа, а чё, как оно должно выглядеть, текстовые описания, референсы. Я когда читал, меня аж тошнило. Типа, я обычно такой, ну, типа, ну, хорни, хорни, ну, хрен с ним. Но там это было настолько мерзко описано, настолько тошнотно и блевотно, что я не выдержал, просто честно. Короче, рисунок у меня не получился. За тестовое мне так и не заплатили. На работу меня, конечно же, туда не взяли. Но да, и, наверное, слава богу, лучше уж на фурафинити порисовать немножечко. За немножечко большие деньги. Немножечко больше, это примерно в 4 раза больше за одну картинку в среднем. Если что, там готовы были платить 40 баксов за рисунок. И еще хочу рассказать про одно супер-мега-ультра-кринжовое тестовое. Так вот, я откликаюсь на какую-то вакансию, они такие, типа, о, ладно, вот, короче, мы тебе ответим. Они мне отвечают, кидают мне тестовое, я смотрю на это тестовое, им нужно, блин, картину уровня Репина нарисовать. Куча людей, что-то они делают, там пустыня, все такие пафосные идут и смотрят. И, короче, мне это все там описывали, конечно, красиво. Я такой, блин, тематика мне нравится, вообще классно. Сейчас возьму, попробую сделать. Но потом мне говорят про дедлайн. Два дня, максимум четыре. И все это, пожалуйста, ручками, желательно без фотобаша. И я такой, типа, ни хрена себе у вас запросы. Но я такой, с другой стороны все-таки интересно. А потом я задумался, а почему со мной так странно разговаривают, типа, вообще неофициально? А я начинаю, там, задавать какие-то уточняющие вопросы, типа, а что там за зарплаты, а что вообще за должность, что там художник должен вообще делать. Ну, короче, всякие такие детальки, такие вот чисто, чтобы растормошить чуваков. И мне говорят, ну, типа, мы на самом деле ищем в обход HR, и мы просто сейчас собираем людей, которые нам нарисуют картинки, а потом мы из этих картинок выберем то, что нам больше понравилось. Ну, короче, да, у нас будет целая куча крутых картинок, больших, вот. И все в обход HR, потому что мы хотим сэкономить денег. И я такой, типа, вы про зарплату хотя бы ответьте. А они такие, не, 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 потом. После того, как мы согласимся, что вы и нам нужны. И я такой, типа, ну, ёлы-палы. Как будто школьники реквисты клянчили. Еще я рисовал тестовые в игру с дракошками. Еще я брался за маленькие заказы. Всякие, типа, вот, еще иллюстратора нужно, чтобы отрисовали вот это, вот это. Ну, короче, это уже мелочи, ну, там это просто обычно оплата по факту. Еще я пробовала рассылать свое портфолио чувакам из издательств, но меня вообще все проигнорили, мне вообще ни разу не ответили. Было довольно грустно. И вот сейчас я в этом видео делаю рекламу книжного магазина. И я, главное, смотрю, что там вообще продают, чтобы, ну, типа, а что можно сказать вообще про этот книжный магазин. И просто мне так грустно видеть, когда обложки рисуют люди, которых я, там, например, в юности знала. Вот мы, там, вместе рисовали у цветных кошек когда-то, а теперь этот чел рисует обложки на книжке. А я пилю видео на ютуб по поводу того, что меня не берут на работу, и мне никто не хочет давать денег. Короче, это довольно печально. Вот, но вроде как я не особо отчаиваюсь. Может быть, однажды меня примут в какой-нибудь бабло рисовать комиксы. Хотя, на самом деле, я тоже туда не то чтобы хочу. Я хочу делать свое. Ну, или тоже однажды, может быть, засвечусь на обложке какой-нибудь прикольной книжки, какого-нибудь фанфика, который кто-то смог издать, и чья-то мечта исполнилась. И моя мечта с этим человеком исполнится тоже, потому что я сделаю, наконец, обложку для книги, которая будет классная, за которую мне заплатят денег, и я не буду умерять с голоду, и моя собака тоже. И ко врачу мы сможем ходить. Было бы вообще просто замечательно. Но я и на частные заказы тоже поглядывала в этом плане. То, что вот, ну, типа, хочу, чтобы мне нарисовали обложку, но обычно там такие странные ценники, типа, вот мне за две тысячи нужно еще, чтобы ты все сверстал. И я такой, типа, стоп. Это что-то как-то не по-людски. Я прекрасно понимаю, что здесь в комментариях объявятся люди, которые скажут, типа, ой, ты просто слишком много о себе мнишь. Но, с другой стороны, я просто уже, как бы, получал нормальные деньги. Я знаю, блин, себе цену. Я знаю, сколько стоит мой труд. Я знаю, сколько времени я на него трачу. И я не хочу себя обесценивать просто потому, что рынок такой ублюдский. Короче, мое самоуважение гораздо выше, чем рисовать за 500 рублей какие-то огромные сложные работы. Или за косарь целый день просиживать в офисе и рисовать целую кучу какого-то странного контента. Короче, я очень сильно гордый бомж. И, если честно, я не то чтобы об этом жалею, но, если честно, я реально, я хочу тупую работу, чтобы, наконец, сука, считаться профессионалом, а чтобы можно было всем в это тыкать, типа, вот, вообще-то я классный опытный художник. Не смей меня критиковать, сука. Всякое сначала дорасти и все такое. Ну, короче, я просто хочу поднять свою ущербническую, на самом деле, самооценку. Мне нужно самоутвердиться. Я хочу работать. Но у меня не получается. Приходится выкручиваться частным. А это очень-очень тяжко, на самом деле. И, опять же, как я упоминала, у меня есть проблемы с ответственностью. Ну, и со сроками. То есть мне нужно, чтобы меня подпинывали, мне нужно, чтобы делайны были. И мне очень сложно самостоятельно, например, заказчиков искать. Так что было бы неплохо, если бы был челик надо мной, который, типа, просто говорил, что мне сделать, а я просто сделаю. Просто еще желательно, чтобы мне за это платили нормально, а не пытались заставить меня быть и жнецом, и чтецом, и уборщиком, и 3D-шником, и вообще кем угодно на свете. Ну, и художником, как дополнение, конечно, тоже. В общем, как-то так. Всем грустного жизненного. Надеюсь, у вас все будет в порядке. Надеюсь, вы, в отличие от меня, найдете работу. Надеюсь, вы более податливый и не такой вспыльчивый человек. Всем удачи. Всем, наверное, пока. Можете писать в комментарии свои офигительные истории по поводу того, как вас не брали на работу. И, кажется, я забыла рассказать несколько из историй, которые были. Но, если что, их можно найти в Телеграме, потому что точняк было про детскую художественную школу еще. Но, видимо, об этом как-нибудь в следующий раз. Вообще, я надеюсь, что я действительно смогу когда-нибудь проиллюстрировать обложки книги или просто книгу, потому что, вот честно, это одна из моих старых древних мечт. Помимо комиксов. Вот просто серьезно. Вообще, мне просто нужно заработать денег на то, чтобы, наконец, обратиться к психологу, для того, чтобы починить кукуху. А это, как вы знаете, обычно не то, чтобы бесплатно. И мне, короче, очень хреново живется. Кстати, Бруно, нарисованного на фоне, я так и не закончил. Ну, по крайней мере, он в таком более-менее приличном виде. И на том спасибо. Нарисовал я его примерно за около 2 часа. Ну, и рисовался он, если что, на графическом планшете, обзор на который был вот недавно. Если хотите, можете его глянуть. Я там еще про Фури рассказываю. Тоже в таком же ключе бомбящем. Ну, ладно. Всем хорошего вечера. Всем пока.